Встреча с Твери и Кирова Встреча с Твери и Кирова А вы со всеми так клиентами общаетесь? Методы продажи с применением силы, говорят клиенты. Сначала сюда заманивают суперакции на Ладу Ларгус. Почти новую. Дешевле, чем брать с нуля почти на 200 тысяч рублей. Потому что машина проходила тест-драйв. Там больше 5000 километров, поэтому дешево. Нет, 2015 год. Однако, заплатив всю сумму сразу, оказывалось, что это только предоплата. А чтобы возмущенный клиент не сбежал с договором прямиком в суд и не вернул деньги, его якобы закрывали в переговорной и уничтожали улики. Здесь кнопки нет на выходе, только санс-карточки открываются и санс-пульты. Поэтому они меня не выпускали до тех пор, пока не отобрали на договор и не уничтожили. А квитанцию тоже у вас забрали? Да, квитанцию. То есть получается, что у вас об оплате денег не осталось ни договора, ни квитанции, и они в любой момент могли отказаться от того, что вы вообще деньги платили. В итоге в салоне желанные белые лады Алексею даже посидеть не дали. Из столицы к себе в Киров мужчина еле доехал на иномарке-развалюхе, название которой ни разу и не слышал. Иран-хондра 2007 года, который битый, перекрашенный, с килограммами шпаклевки по кругу за 280 тысяч рублей, а его реальная стоимость не дороже 140 тысяч рублей. К слову сказать, похоже, всем клиентам здесь пытаются продать по акции одну и ту же машину. Белый Ларгус 2015-го. Вот только ценника тут нет ни на одном автомобиле. Видимо, поэтому стоимость варьируется. За сколько? 280. Почему не приобрели? Ну, пока вот ждали, как бы оформляли документы. И вот вы появились, как бы решили, что я думаю, не стоит. Потенциальные клиенты, кажется, сбегают отсюда вовремя, а заодно под общую неразбериху и все сотрудники. Салон опустил в считанные минуты, а те, кто остался, якобы не при делах. Ваша должность? Они работают. А что вы здесь делаете за столом перед компьютером? Какая вам разница? Вы машины, да, здесь продаете? Вы менеджер? Почему менеджер? Я уже сказал, кто я. Вы не сказали, кто вы. Я жду друга здесь. Какое необычное место встречи в автосалоне. Да, необычное. Кто они на самом деле, эти люди вспоминают только после приезда полиции. Вы все-таки сотрудник, да, оказывается? Директор нам вызвали? Оказалось, как не странно. А что вы так злитесь-то? Да не нравитесь вы мне, потому что. А вот блондинка, которая скрылась от нас в самом начале, по словам клиентов, тут главное. Даже к полицейским не вышло. Откройте нам, пожалуйста, полиция. Клиенты написали заявление в полицию. Требуют проверить автосалон, уверяя, что здесь нарушают не только права потребителей. Это голимый криминал, тем более, что это происходит организованно. Тут участвует в этом несколько людей. Роли распределены между сотрудниками, как получается. Тем более, они ограничивают и не выпускают, и угрожают. Это уже вымогательство. И новым клиентам рекомендуют слепо рекламе не верить, а внимательно читать все бумаги перед тем, как их подписывать и отдавать деньги в кассу.